Оля спрашивает, Стас Пехов вообще на каждом эфире подкалывает тебя. Скажи, в чём причина такого негативного отношения и какие у вас отношения вне эфира? Вне эфира нормальные отношения абсолютно. Стас очень простой человек, очень искренний, интересный и абсолютно нормальный взаимоотношение. Ничего такого я не вижу. А объяснить поведение в эфире я не могу. Я не знаю, чем это мотивируется. К сожалению, я не могу. Поэтому прокомментировал. Наверное, так ему хочется. У него есть привилегия, он звёздный тренер. Правильно говорить всё то, что ему хочется. Так, следующий вопрос от Стасика. Не от пеха? Вас постоянно сравнивают с Александром Пономарёвым в молодости. Тебя не обижают, что тебя пока не на 100% воспринимают как индивидуальность. Чему тебя научил твой звёздный тренер во время проекта? Ну, Александр Пономарёв очень профессиональный человек. И, на самом деле, я тоже вижу некие сходства свои с ним. Мне нравится направление, в котором он работает. Нравится его песня. Вообще, в целом, нравится творчество Стасика Пономарёва. Причём, он занимался боксом в юности. И вот у меня тоже был такой опыт. Я занимался потом тайским боксом. Чему он меня научил? Ну, в принципе, чего-то конкретного, я сейчас не знаю, как называть. Но он мне очень сильно помог, очень много для меня реально сделал. И я очень уважаю этого человека, очень уважаю его во всех смыслах. Как артиста, как человека. И сейчас же, подойдя к финалу, я могу сказать, что я его очень уважаю практически как друга. Как близкого мне человека. В хорошем смысле этого слова. Ещё один вопрос от Стасика. После шоу ты стал увереннее в себе или наоборот попал на сцену такого проекта, понял, что тебе ещё есть над чем работать? Ну, я думаю, что всегда есть над чем работать. Это, во-первых. А на этом проекте я, в принципе, может быть, и где-то приобрёл уверенность. Потому что для меня этот проект – это как отдельная какая-то жизнь. Отдельная часть, отдельный этап моей жизни. Это на протяжении полугода. То есть были и грустные моменты. Конечно, больше было счастливых моментов. Сейчас я жалею о том, что очень много людей ушло. Я очень со многими людьми. То есть этот проект дал мне очень хороших людей. В жизни. Которых я никогда не забуду. И буду всегда с ними стараться общаться как можно больше. Дима Тимуразов, Николай Бобрик, Сергей Юрченко. Несмотря на то, что он мой земляц. Мы с ним в Луганске, к сожалению, то проект они так близко общались. Но сейчас я реально понял, что этот человек – это замечательный человек. В котором можно быть уверен на 100%. В принципе, очень я подружился с Милой Нитич. Ну, в принципе, я не могу сказать, что на этом проекте были какие-то негативные для меня люди. Все люди, с которыми я общался на этом проекте, для меня это были только позитивные эмоции. Какие грустные моменты на проекте? Когда кто-то уходил или что-то еще? Ну, и в принципе, да. И когда кто-то уходил, и грустный момент, когда у меня что-то не получалось на сцене. Просто я, в принципе, очень такой самокритичный. И после каждого своего выступления я всегда находил какие-то изъяны, моменты, которыми я был недоволен. Ну, я считаю, что это нормально, но мы всегда должны быть самокритичными к себе, потому что это стимул для развития. Следующий вопрос задает Надежда. Ты ничего не говоришь о своей личной жизни. Это нужно, чтобы за тебя активнее голосовали поклонницы? Неужели нет девушки, которой ты симпатизируешь? Которой и я симпатизирую? Или которая мне симпатизирует? Которая тебе симпатизирует? Я думаю, таких множество. А о которой ты симпатизируешь? Которая тебе симпатична? Или есть какие-то чувства, возможно? Ну, к сожалению, пока я этого человека не нашел. У меня до проекта были отношения, были настоящие чувства. Но сейчас настал жизнь такой этап, когда я больше стараюсь времени уделять творчеству, стараюсь больше работать на проекте. И, к сожалению, пока нет этого человека. Я думаю, что скоро он появится. Ну, может быть, скоро, может быть. Но в любом случае этот человек будет. Просто не знаю, когда. Рано или поздно. Безусловно. Владимир, интересуется нас, правда ли, что ты раньше занимался тайским боксом? А какие еще мужские увлечения у тебя есть? Как проводишь досуг? Досуг я очень люблю бильярд. Я очень люблю проводить время в бильярдных клубах, играть. Ну, стараюсь, конечно, не играть на коммерцию, на деньги, но проводить время в бильярдных клубах очень люблю. Люблю боулинг, люблю рыбалку, люблю выехать куда-нибудь на природу. Люблю выехать куда-нибудь на природу, пожарить шашлыков. Ну, и вообще, то есть, у меня масса радов влечений. Люблю просто погулять. Главное, просто, чтобы были рядом позитивные люди и люди, которые тебя поддерживают, с которыми тебе интересно. Тогда и отдых, в принципе, в каком месте он будет, это не имеет значения. А боксом сейчас занимаешься? Нет, сейчас, к сожалению, не занимался. А со какими ты занимался? Я занимался, по-моему, с 7 лет, с 7-6 лет, точно не помню. Вот, и лет до 14. Мне это нравилось, мне нравится спорт во всех проявлениях. Мне всегда, это было интересно. Источник Диноборца, люблю смотреть и бокс, и различные соревнования. Очень люблю смотреть бои, кстати, очень болею за Виталия Владимировна Кличко. Очень горжусь нашими боксерами. Далее вопрос от Кэт. На эфирах тебя поддерживала Ольга Сумская. Как вы познакомились? И имеет ли она какое-то отношение к твоей семье? Ну, к моей семье Ольга Сумская не имеет никакого отношения. Но Ольга Сумская, просто у нас очень хорошее с ней взаимоотношение. Просто, во-первых, она замечательный человек, очень добрый, искренний, настоящий профессионал. И про то, что она является моей любимой актрисой. Вот, и она является прекрасным человеком. Вот, и познакомились мы на одном из концертов в городе Луганске, где она была приглашена с Виталием Борисовым. То есть, служим, они были там ведущими. Вот. И она мне сказала несколько хороших слов по поводу того, что я делала на сцене. Вот. И потом мы стали встречаться чаще, наверное, в различных мероприятиях и в Киеве, и в Луганске. И всегда мне было... Просто мне был интересен этот человек, и у нас просто дружеские, хорошие взаимоотношения. Вопрос от Киевны. Сидит ли тебе статус сексимвола проекта? Ты всегда пользовался успехом противоположного пола? И разбивали ли тебе когда-либо сердце? Ну, признаться честно, нигде этого не говорил, но на самом деле было такое время, что у меня даже есть не хотелось. Вот. Наверное, почве из-за отношений. Но сейчас я как бы уже немножко... Насово время другое, жизненный этап другой. Сейчас я просто немножко больше времени уделяю другим вещам. Вот. Но такое было. Не то, чтобы, я не знаю, разбить сердце. Каждый, наверное, человек понимает это по-разному. Ну, конечно, такие эмоции у меня были очень... То есть время у меня морально было очень тяжелое, что у меня однажды даже пропал голос на нервной почве. Вот. Потом я собрался с мыслями от ведокса и поехал в Москву на конкурс. То есть, как говорится, клин-клин обошибали. Только клин, который вышиб, это было творчество. А что насчет секс-символа? А насчет... Ну, в принципе, я не придумал себе этого... Я к этому отношения никакого не имею. Мне, конечно, очень приятно, что так говорят. Вот. Настоящий секс-символ нашего брака, это, наверное, Анатолий Анатольевич. Вот. И Андрей Даманский. Я к этому отношению. Не знаю. Но спасибо за такой статус. Я себя таковым не считаю. Какой был, такой есть. И мне кажется, я не сильно поменялся. Ни со чем поменялся, как я говорю. Это перестал быть... Ну, как бы я буду честен. Я был достаточно ленивым. Сейчас, как бы я... Больше научился систематизировать себя. Вот. И... Больше стал уделять время творчеству. Больше стал работать. Больше стал уделять время творчеству. 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 Продолжение следует...